Один из ключевых вопросов, который рассмотрелись сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийное состояние некоторых участков гимназии номер 33. Напомним, в феврале этого года на четвертом этаже школьного здания обвалилась штукатурка. Тогда в срочном порядке этаж огородили, а детей перевели в соседний корпус. Сейчас учебный год завершен и в школе приступили к капитальному ремонту четвертого этажа. Мы говорили, что мы готовы помочь, но город тоже должен выполнить свою часть обязательства. К сожалению, очень долго готовились документы. Только сейчас мы выходим на рассмотрение в рамках КЧС, хотя решение было уже принято месяц назад. То, что это надо рассмотреть. Ранее сообщалось, что сумма на ремонт кровли составит около 10 миллионов рублей. После проведения экспертизы сумма уменьшилась. На ремонт уже было выделено 3 миллиона рублей из муниципального бюджета. Ожидают поддержку и из областного – еще около 4 миллионов. Мы подготовили проектно-смертную документацию, провели экспертизу до этого, а потом подготовили проектно-смертную документацию. Заработу поручили через стройзаказчик. На сегодняшний день вроде бы этих денег должно хватить и работы должны быть выполнены. А срок до начала нового учебного года. В школе вскрыто перекрытие верхнего этажа. Снят оставшийся защитный штукатурный слой. Вывезены 100 тонн строительного мусора. Завозят новые материалы. Проведению государственных экзаменов ремонт не мешает. Дело уже в 9 классе завершилось. ЕГЭ идет. Но поскольку у нас здесь, конечно, центра приема нет, наша задача очень простая. Мы детей встречаем в безопасном месте в школе, а безопасный тот корпус, этот корпус закрыт, и провожаем с напутствиями куда. Все нормально, в штатном режиме. К месту, где еще 4 месяца назад обвалился слой штукатурки, без специального снаряжения не пройти. Рабочая группа уже приступила к монтажу перекрытий. Следующий этап – замена кровли. Кристина Жакот, Данил Сурков. Новость Ульяновской правды. Новость Ульяновской правды.